Всем привет! Всем доброе утро! Ну, для нас доброе утро, для вас, наверное, добрый вечер! Я сейчас иду на работу, и сегодня понедельник. Ужасно не выспался, всю ночь не спал, не знаю почему, была бессонница. И пока не спал, пришли пару мыслей насчет нескольких видео. Вот, хотим, точнее, хочу это реализовать как-то. Алия пока не рассказывал про это, потому что не успела, она утром ушла же на работу. А я все-таки под утро смог уснуть, часов шесть, наверное, или полшестого уснул, еле-еле как. Будем пробовать реализовывать это, но даже не знаем, когда это все сможет выйти, потому что там очень много монтажа, скорее всего, там очень много будет спецэффектов. Правда, я их не умею делать, но придется учиться. И на самом деле я даже не знаю, какие спецэффекты, и как вообще их делать, и где именно их делать. Но для начала вообще нужно писать сценарий хотя бы. В общем, будем пробовать, постараемся все запланированное сделать. А на улице, кстати, очень хорошая погодка. Сегодня прохладненько, ветра нет, небольшой снежок идет. Знаете, прям прекрасная погода. Вот. Жалко, что это сейчас утро, и жалко, что я иду на работу. Так бы погуляли. Если бы, алия, конечно, еще выздоровела. Она как бы выздоровела, но не до конца. Совсем чуть ей осталось доречиться, и все. Будет все окей. Вроде как прохладно улице, но я все равно умудрился спотеть. Как так вообще. Я, короче, дошел. В офис захожу уже. Ребят, всем привет, доброе утро. Я на работе. Сейчас время почти... Ну, без 10.11 почти. У меня уже будет группа, младшие и средние. Мы с ними уже отработали, все сделали. Сейчас я делаю план. Годовой план. Для средней группы. Скажу вам, это не самое веселое. Может быть. Вообще, я так все в голове перемешалась уже. Я вообще не знаю, как остальные музыкальные руководители работают. Там же у них больше группа, а у меня меньше, чем у них. Ну, потому что в садике мало детей. Жесть. Сочувствую. Сегодня было очень сложно встать, так как мы не могли уснуть. Это была жесть. И где-то встало сегодня. Такое чувство, что я за всю жизнь все равно не высплюсь. Мне кажется, все так... А целой жизни мало выспаться. Уходные так быстро прошли, прям не заметила. Жалко. Вот бы еще денек дома побыть. Но, увы, работа неделя началась. Так что, нужно с позитивом начинать ее. Так вот, с позитивом заканчивать. Ну, я так думаю. Несмотря на какие-то там проблемы. Или еще что-нибудь. Как-то так. Сейчас я буду делать до обеда. Вот это покушаю. Опять, наверное, буду делать. Сегодня больше группы нет. Вот. Небольшое задание появилось. Нужно, короче, найти схему подключения, как подключать магнитофон автомобильный. Ну, там, по электрике, короче, монтажник попросил. Сейчас попробую найти. Я сейчас сел пообедать. И у меня из головы все не выходит. Это идея, которую мы вот сейчас хотим сделать. Короче, это такого... Это своего рода какой-то фильм, что ли. Вот. Сейчас с Альей посидели, пообсуждали. Ну, вот с Альей попереписывались. И прям в голове все это играет яркими красками. Хотим вот это все сделать. Надеемся, у нас все это получится. Вот. Так что ждите. Надеемся, скоро выйдет очень интересное видео. Прям супер видео. Но, скорее всего, оно получится только 18+. Как-то так. Потому что там будут сцены, где достаточно... Ну, я не знаю. Короче, такие сцены обычные показывают дети. Короче, как-то так хотим. Пока что это только в планах. Вот. Надеемся, что получится все. Ооооо. Я безумно надеюсь на это. Потому что в голове у меня все это играть прям вообще супер. Я прям... Это не написать. Надеюсь... Надеюсь, с монтажом все получится. Потому что там такие есть элементы, где... Которые я никогда не использовал. Я сейчас вот погуглил, посмотрел. Как это все делать в Sony Vegas. И... Ну, там... Сложновато, конечно. Вот. Еще и сценарий нужно начать писать. И если сценарий писать, то это... Очень много времени на это уйдет. И... Сцен очень много. Так что... Съемки будут не один день. Может, даже не одну неделю. Вот. А времени у нас не так много после работы. Как-то так. Но... Будем стараться. Будем стараться делать лучше. Постараемся, чтобы все получилось. Ребят, идет вот сейчас в полу второе время. Я только что освободилась. Взяла план. Сейчас буду собираться и пойду домой. А еще, когда приду домой, оставлю вещи, мне нужно будет сходить по делам. Там есть еще кое-какие дела. Потом приду домой. Нужно будет, наверное, прибраться немножко. И приготовить по-кушать. Если у нас кто-то голодный придет. Я тут скушала уже. Да. Вот так вот. Натя мне полдня не распишет, насчет того, что у нас все больше и больше подписчиков. Все подписываются. Спасибо вам большое за то, что вы подписываетесь на Нат. Нам очень приятно от этого. Ну, реально, как маленький он. Надо 5 секунд писать. Добавляйте. 227. Смотри, смотри, сколько. Спасибо большое вам за то, что верите в нас, за то, что подписываетесь на нас, за то, что вы с нами. Ну вот, ребят, рабочий день закончился. Я сейчас иду к метро. И сегодня день такой был интересный. Опять буду, наверное, полторы минуты высказывать вам свою благодарность, нашу благодарность. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. У нас теперь 230, а точнее, 231 человек. А днем я опубликовал, опубликовал запись ВКонтакте, где нас было 202, 222 человека. Красивая цифра была, вот и заскринил. И представьте, ребят, сегодня бум такой случился. Вчера вечером у нас было 213, сегодня уже 231. Ну, на данный момент. И это так радует. С такими темпами, наверное, мы к лету уже наберем 500, да? Надеюсь на это, конечно. В общем, ребят, спасибо вам большое за вашу поддержку в виде лайка и подписки. Нам это очень приятно, и вы нас этим очень сильно поддерживаете. Вы заставляете нас двигаться вперед, придумывать какие-либо новые идеи. Потому что, вот, как я говорил ранее, мы сейчас на этапе писания сценария. То есть мы сейчас пишем сценарий. Вот. Алия уже посидела там, обдумала некоторые идеи. Мы о них сейчас не будем конкретно ничего говорить, потому что не хотим вам заспойлерить и испортить какое-либо там впечатление первое, что ли. Вот. А если ты смотришь это видео в первый раз, ну, точнее, вообще смотришь нас в первый раз, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что дальше будет все еще интересней. Вот. Как-то так, ребят. Даже не знаю, чем сегодняшний вечер еще может сильнее запомниться, сколько нас будет в конце дня. Вы бы еще на группу ВКонтакте так подписывались, конечно, потому что подписчиков 231, а в группе 109. Какая разная погода в разных частях Казани. На работе, когда вышел с работы, был ветерок и довольно-таки сильный, сильный мороз был. То есть холодно было. А здесь сейчас иду, и аккуратненько снежок идет, ветра нет. Короче, чудесная погода. И люди так оборачиваются на меня, прям прикольно. Вот. Хотя я проехал достаточно много. Больше половины Казани, наверное, проехал. И быстро. Минут за 10. В метро, потому что. Вот. Все-таки, блин, какая разная погода. Один и тот же город, но... Так, по-разному все. Прикольно. Как-то сразу ощущаешь, насколько большая дистанция была. А в метро от меня сильно ощущаешь. Ребят, я только что зашел домой. Еще раз привет! И по пути я зашел на почту и увидел, что... У меня такие посылки. Мне так интересно, что-то... У меня тоже очень интересно, так что давайте мы по-быстренькому откроем их, и я пойду за водой, потому что нужно набрать воду. Да. Вот. Ребят, мы ошиблись. У нас, на самом деле, только две посылки. Третья посылка – это наши подруги. Мы потом ей дадим, она просто через нас заказывала. Давай, открывай первую посылку нашу. И посмотрим, что у нас там. Это тоже наши подруги. Да. Это, видимо, какие-то сережки, да? Я так понимаю. Вот такие у нас прикольные сережки. Ладно, суй обратно, и потом мы ей дадим, когда еще с ней встретимся. И теперь вторая посылка. Видимо, тоже ее. Тоже ее, видимо. Видимо, мы не дождемся второй наш микрофон. Ну, в принципе, он нам теперь и не нужен, раз он здесь первый. Да, это не нужен. Да ее. Так что вот так, ребят. Я сейчас пойду за водой. Это татуировка. Ясно. Вот так вот, ребят, мы вскрыли все три посылки. В третьей посылке, которую мы вам не показали, там тоже набор татушек. Короче, ничего особого, ничего интересного. Там просто тупо два набора татушек. Как же так? Мы вышли. Мы вышли, ребят. А еще знаете что? Двести тридцать пять подписчиков. Капец, я такой радостный. Вы поведете, как я... Как маленький ребенок просто стоял в лифте. Двести тридцать, двести тридцать, двести тридцать. Ну, это прикольно. Спасибо большое, ребят. Блин, прям большое-большое спасибо. Да, Лея? Да, я уже сказала. Еще раз скажи. Спасибо большое, что вы с нами. Двести тридцать пять, еще чуть-чуть, и будет двести пятьдесят... Сколько там? Пятнадцать, офигеть. Мы, короче, сейчас идем. Али, я уже сказал зачем, да? Ну, нет, я сказала, что у меня дела есть. Ладно, мы, короче, идем по делам. Может, что-нибудь запишем, если будет время, возможности. Мы уже в третий раз обратно возвращаемся. У меня снег прям в глаз плетает каждый раз. Ты хотя бы в очках. Ну, что? Он все из-за очки умудряется плетать. Ужасный снегопад, ребят. Кажется, я завтра опять снег буду чистить. Надеюсь, что я не буду больше снег чистить. Ну, да. Наверное, я уже выходила. Али, я вообще устал уже снег чистить. Она точно так же, как и я, уже потихонечку в дворника превращается. Ага. У тебя уже осталось метелочку взять, и все. Да, да. И мне тоже. Мы, короче, пятерку идем, захлебуем его и молоком. Блаком. Классная погодка сегодня, да? Да. Прям вообще суперская. Идем, погоди. Чего еще раз? С шарфом. Ничего. У меня одна сторона больше, чем другая, блин. У губежона. Как так можно? Да это кажется тебе. Да. Снежок идет. Ходить вообще невозможно, потому что здесь вообще не чистят. А завтра опять снег чистить. Ой, как хорошо. Да, хорошо. Хорошая погодка. Лайк за погодку. И за ау. Ребят, мы, короче, только что вернулись, зашли домой. Сейчас будем распаковываться. Мы там еще по пути зашли в магазин. Купили там хлебушек, молочко и тому подобное. Стандарт, короче, да? Да, да. И прическа у меня просто замечательная. Суперская просто, бомбическая. Я бы монтирнулся, но мама смотрит. Мам, бре. Мам, пап, я в ютубе. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем кушать, мы сейчас будем кушать, мы сейчас будем кушать. А потом мы будем смотреть что-нибудь. И кушать. И кушать. А Эльнур потом будет сидеть монтировать. И мы сегодня хотим лечь пораньше, потому что я ни хрена не выспался. Или я ни хрена не высыпается. Мы хотим настроить себе какой-нибудь Более-менее нормальческий График Так что мы не знаем, будет ли какое-нибудь дальше Интересное видео или нет Ну, вы посмотрите Надеемся, что что-нибудь будет Нормальное, вот уже попался Нормальный кадр Вот, короче, ребят, мы постараемся Что-нибудь интересное сегодня еще поделать, но Не факт Не факт, потому что Потому что Вот, мы, короче, пошли распаковываться, Даша И кушать Наконец-то кушать я жрать хочу, не могу уже Вот, ребят, супик мы покушали Который я приготовил Как он называется? Не рассольник, а? Рассольник Короче, он очень-очень вкусный получился И прикольный И Очень-очень мясной Как я люблю прям побольше мяса И мы сейчас будем чаечек пить С одним интересным тортингу Который по пути домой купили Да? И на самом деле он так дешево нам обошелся Буквально там рублей, наверное, сто, да? И прям, да, прикольно И прям, знаете, он Сейчас я крем попробовал Ну не крем, а то, что сверху него И он очень-очень вкусненький На нем есть орешки Это, мне кажется, арахисовая это паста, что ли? Наверное Скоросила Ну здесь, короче, много-много всего Я вам сейчас покажу просто Просто покажу Не мусорку Торт Не смотри на мусорку Вот так вот выглядит наш тортик Ну он как бы был круглее И не развалистый был Да Мы просто его Нарезали, а потом вспомнили Что можно было бы показать вам Да А еще мы будем его пить с какаушкой Ужасно выглядит, кстати, так анимой Вообще И кефир Это Алия Да? Да Сейчас мы, короче, будем пробовать этот тортик И Вам вообще интересно знать, насколько вкусный этот тортик Или вы уже слюньками обтеклись и хотите тоже себе тортик? А? Я уверена, что не хотела Короче, мы пошли кушать, потому что мы хотим этот тортик не меньше, чем вы Лайк за тортик Ребят, посмотрите, как я варю компот Вот так вот он варится Это, короче, из сухофруктов Здесь, короче, просто сухофрукты, вода и сахар Все это мы кипятим в воде И все А потом мы ждем, когда у нас стынет и получится Очень-очень вкусный Получается просто вообще огненный компотик, который можно дня три потом пить Если у нас стынет, то вообще вкусненький Очень хорошо утоляет жазду, да? Жаздуда Жаздуда, это имя Это какое-то, не знаю, арабское, что ли Хей, жаздуда Кельманда Короче, мы придумали имя для своего сына, правда? Жаздуда Это женское Жаздуда? Да Можно мужское Жаздуда, маленький такой ребенок Жаздуда, ты смотри, когда говоришь Жаздуда Жаздуда Как будто бы маленький такой этот пацанчик прибегает Смугленький такой у него на бровь А-а-а-а, там что-то такое орет Жаздуда Я, короче, тоже помылся в душе Ну, а я до этого помылся в душе Я сейчас начинал монтировать потихонечку Наш сегодняшний влог И... Сегодняшний я влог Сегодняшний, я скажу Ну, ладно, короче, не суть Вы, главное, поняли Вчера свои носки Не могу перестать Мы сейчас, короче, сели делать сценарий Я там буквально на обеде вроде Вроде, да, на обеде набросал Буквально там 2-3 строчки Сейчас мы будем все это буквально расписывать Все конкретнее По сценам, по кадрам Чтобы нам потом было проще это все снимать И проще заниматься монтажом Где-то составлять звуки, эффекты и все такое Так что мы сейчас, короче, начнем заниматься Всем этим муторным делом И вот И еще, ребят, мы не знаем, как назвать этот фильм Ой, все, сейчас время 9 А у меня так глаза закрывается Ну, чуть-чуть хочу Но мы еще буквально совсем чуть-чуть поделаем Мы сейчас пробежимся по остовым Что у нас есть, что у нас нету Что нам добавить, что нам убрать Чтобы нам завтра уже было чуточку проще И вообще у меня в планах лично К этим выходным закончить этот сценарий И хотя бы первую сцену на выходных снять Если получится, то суббота, воскресенье Вообще полностью снять хотя бы первую часть И вторую часть уже можно будет Либо на следующих выходных Либо в течение следующей недели И, возможно, даже на следующей неделе Закончить монтаж Потом закончить всю эту публикацию Описание, трейлеры и тому подобное Да, хотим выпустить два трейлера для этого фильма Вот, короче, ребята У нас пока что огромные планы Надеемся, у нас все это получится Надеемся, что у нас все это не забросится, как обычно Вот Как-то так Алия уже спит А ей нельзя сейчас спать Я знаю Я сейчас сходила, потом переходила опять Ну вот именно Как что-то нужно делать Она сразу спать хочет А когда вот Ничего не нужно делать Когда нужно идти спать Она такая Я не хочу спать Ну, что делать Я спать не хочу Неудобно Жарко Ты сам так делаешь Жарко Я прям сейчас уже готов сказать Жарко Еще компотик хочу Но он гореть Короче, мы пошли делать А то мы опять много болтаем И опять много делаем Быстрее начнем Быстрее закончим И быстрее все снимем Быстрее вам покажем И вы скажете Классно, продолжайте Либо говно удаляйте уже И перестаньте вести канал Зачем вам это все нужно? Че? Че херней страдаете? Вам сколько лет вообще? Ребят Я, короче, сейчас Алией сидел Объяснял Как я хочу А как я вижу Этот фильм И Ну, короче Как вот Какие эмоции У меня он вызывает И То, сё Три десятые Наш набросок Сценария Мы уже сделали И Точнее Который обеденный Набросок сценария был Мы его чуть-чуть переделали Добавили Некоторые вещи Некоторые вещи убавили В общем У нас получилось Сейчас Семь сцен И около Тридцати Что ли Или Пятидесяти кадров Где-то в этом районе Ну, кто знает разницу Можете написать В комментариях Об этом Мы разницы особой Ну, как разницу большую Конечно, видим Но мы просто Это для себя различаем Не обязательно Что эти термины Обозначают Именно то Для нас Они обозначают Именно это Что мы поняли Что никто ничего не понял Ребят Короче Сценарий пишется Алия сейчас сидит Это жизнь Только не говори Какие именно эмоции вызывают Там странно станет понятно Что за фильм Короче Алие очень понравился, да? Да Мне очень понравился Алие очень понравился этот фильм Ну, как сценарий Вот это начало Начало, в принципе Ну, так Конечно, оно слабенькое Ну, вот если Ника Если, короче Сделать все то Как я вижу у себя в голове То, знаете Этот фильм получится Очень даже Сносным Очень даже интересным Особенно Супер ржачным Да Очень ржачным Просто, знаете Самое сложное Из этого всего будет Это найти все это время Для съемок И для монтажа И И сам процесс монтажа Да И сам процесс монтажа Именно вот тех моментов Когда нужно использовать Некие спецэффекты Потому что там есть Такие моменты Где Ну, достаточно сложно Будет все это привернуть Но мы очень сильно Постараемся это сделать Потому что Все для вас Для вас Наших подписчиков Мы хотим это попробовать Я всегда хотел Побыть режиссером Всегда хотел побыть актером Вообще с детства Мечтал быть актером Это моя мечта Быть актером С самого детства Так что можете Можете это знать Разрешаю Шучу, ребят Разрешаю Короче, ребят Я всю жизнь мечтал Быть актером С самого детства И Вот Во время Во время Этой съемки Этого фильма Надеюсь Моя мечта Чуть-чуть Воплотиться В жизнь Пусть это будет Конечно Не какой-нибудь Мегапрофессиональный фильм Или какой-то Крутой режиссер Но тем не менее Надеюсь Все получится По сценарию пока Если смотреть То Довольно-таки Неплохо Для первого раза Да? Да Алия вообще сидит Тут такая Знаете У нее Эмоции намного Сильнее Чем у меня У меня шок Просто Ай, да Короче Мы сейчас будем Еще чуть-чуть Продолжать Писать Буквально Еще, наверное Сцены две Напишем Да? Да И На этом закончим На сегодня Вот И этот влог Тоже на сегодня Закончим Алия мне приклеила Вот такие вот Фигнюльки На этом сегодняшний влог Мы тоже закончим Потому что Мне еще нужно будет Отмонтировать этот влог Сейчас мы будем Еще писать Сценарий Дальше продолжать Писать Что за предложение Строю Вообще не понимаю Вот И Как мы говорили ранее Мы хотим сегодня Лечь пораньше А сейчас время уже Пол-одиннадцатого Поэтому у нас Время все меньше И меньше Вот Как-то так у нас И Шумято уже Ладно, ребят Всем большое спасибо За просмотр Обязательно Ставь лайк Подписывайся На наш канал Если ты только Если ты только Зашел на него Подписывайся Потому что Скоро у нас Будет крутые видео Вот Скоро Ну как скоро Месяц через два Надеемся Что скоро Я надеюсь Что В течение месяца Точнее В течение 30 дней У нас все получится Вот Опять мы затягиваем С этим прощанием Так что Всем Пока Ребят Короче Сейчас 12 часов ночи И Мы не смогли Остановиться Мы закончили Все эти Сценарии Это прям Почтение Интересной книге Да Мы Знаете Когда мы Начинали Писать сценарий Мне так не хотелось Не Не просто Когда мы Начинали Сценарий Писать А когда мы Начали Исправлять То Что я Сделал На обеде Как то так Знаете Скучно было И вообще Ничего не хотелось Делать Хотелось Просто ноутбук Закрыть И пойти Своими делами Сниматься Лежать Отдыхать А в итоге Когда мы Написали Одну Сцену Потом вторую Сцену Третью Сцену В итоге Короче Такие Затянулись И написали 16 сцен В каждой сцене Где то По 30 кадров Я уже не помню Сколько Ну короче Ну в общем Нам кажется Что будет Мега эпично И мега интересно Постараемся Все это Отобразить А как интересно Будет это снимать Да Многие Элементы Будет очень сложно Сделать Как я и говорил ранее Но Мы постараемся Сделать так Как мы Это представляем Себе Сейчас в голове Потому что Я заметил Что Алия Тоже начала В это не просто Втягиваться Она прям Это уже видит Точно так же Как и я Ну Срех Ну это знаете Очень Очень классно Короче Такая тема Которая прям Ну она не всем нравится Сразу скажу Потому что Я не очень люблю Такие вот такое Ну хотя Люблю Но не очень люблю Вот Как-то Так ребят Вот теперь вот точно Всем пока Пока Спокойной ночи Спокойной ночи Для нас Спокойной ночи Для вас Добрый вечер Хотя для вас тоже Спокойной ночи Да всем тоже Может спать Ленит Чихну Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому